ТГМПИ имени Рахманинова открывает в мире музыкантов новые имена. Сегодня это Максим Марин. Он студент третьего курса и уже с большим багажом наград. Одна из них принесла исполнителю не только диплом, но и очень дорогой подарок. Какой? Расскажет Елена Хромова. Увидев раз, влюбился навсегда. Эти слова о Максиме Марине и его гитаре. Он студент колледжа при ТГМПИ и уже подающий надежды музыкант. Сессии в разгаре, но индивидуальные занятия никто не отменял. И к ним он готовится тщательно. Подготовив инструмент, готовит руки. Главнорудие гитариста – ногти. Это все равно, что смычок для скрипача. Современный международный стандарт – качество звука, к которому Максим стремится ежедневно. Классическая гитара – это кладезь интересных фактов. Вот некоторые из них. Название к нам пришло из Англии. Самая дорогая гитара в мире стоит 3 миллиона долларов. Цыгане на ней умеют гадать. А умеют играть на ней всего лишь 6% жителей во всем мире. И один из них – Максим Марин. Инструмент выбрал для себя с первого взгляда. А с первого звука понял, что хочет на нем играть. В 10 лет я с семьей выехал на природу. Там была такая старая гитара. Я, когда ее увидел, сразу начал пробовать что-то играть. И до конца отдыха не выпускал ее из рук. С тех пор прошло 8 лет, а желание раскрывать для себя музыкальную палитру гитары не угасло. Максим пробует свои силы в конкурсах. Одним из таких стал видеоконкурс, проводимый совместно с немецкой компанией по производству гитар. Максим был единственным человеком из региона, из провинции которой стал дуриатом. В его номинации в старшей группе были все победители из Санкт-Петербурга и Москвы, то есть столичных городов. То есть это показывает высокий уровень тамбовских гитаристов, что очень приятно. Конкретно этот инструмент немецкого производителя Ла-Манчи. Для меня я как бы не ждал, что я конкретно выиграю или нет. Я просто отправил видео и будет что будет. Но, конечно, надеялся. Конечно, надеялся выиграть что-то, занять. А сейчас я ее настрою. Гитара новая, еще не обыгранная. У нее большая палитра красок, разной тембры. Играя на ней, можно легко менять динамику, выстраивать под себя звучание. Победа в конкурсе – это лишь очередная страница книги, которую Максим перевернул и уже готов писать следующую главу своей музыкальной жизни. Елена Хромова, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова. Область новостей.